Если от оливье в холодильнике не осталось и следа, а все советские комедии пересмотрены, значит пришло время активных зимних развлечений. В округе разработали обширную программу забав на все время новогодних каникул. Эта зима нас порадовала в первую очередь хорошим снегом, хорошим морозом, что позволило нам подготовить самые, наверное, любимые зимние развлечения всей семьей, которые требуют только желания. Это, конечно же, коньки и, конечно же, лыжи. Поэтому у нас подготовлены лыжные трассы в парках. У нас залито 25 катков, чтобы можно было недалеко от дома во дворе на хоккейных коробках. На катке театральной, на нашем любимом катке, ну в любом месте, где удобно нашему жителю, покататься на коньках, проехаться на лыжах. Я очень это всем рекомендую. Давайте воспользуемся тем, что зима у нас в этом году настоящая. Самым маленьким жителям Химок и вовсе не придется скучать ни дня. Программы выходного дня в парке и каникулярного будут у нас каждый день. Для детей в парках будут организованы анимационные программы с участием сказочных персонажей, героев Деда Мороза, Снегурочки. И, естественно, ежедневно в календаре у нас есть спектакли и новогодние елки по всему городскому округу. А для тех, кого напугал Мороз, продумали и другой отдых – культурный. Наши учреждения культуры, дома и дворцы творчества подготовили большое количество разнообразных спектаклей для детей. Новогодние елки проводят с Дедом Морозом и, конечно же, нужно сходить с ребенком на новогоднюю елку. Но и это еще не все. Благодаря тому, что эпидемиологическая обстановка заметно улучшилась, в этом году все желающие смогут встретить Новый год под открытым небом в парке имени Льва Толстого. Вечером начнется развлекательная программа, а после полуночи прогремит праздничный новогодний салют. Новый год